Только три дня назад я поняла разницу между произнесением и чувствованием Я это говорила, но в то же время могла с ней ссориться из-за какой-то, простите меня, херни Я вдруг поняла, что вся моя звездная карьера вообще могла бы не состояться И тут может быть тысяча таких недопониманий Но разве это сопоставимо с тем гигантским вкладом в мою жизнь? Ты любишь свою любовь или представление об этой любви? Или ты истинно любишь человека? Я простила тотально огромное количество людей, которые были вкладом в мою жизнь Все но отпали И мне кажется, только сейчас я поняла, что такое любовь и благодарность Всем привет, дорогие мои! Меня зовут Ольга Чебыкина Вы на канале Женщины И сегодня рубрика, которую вы очень любите, она лаконичная, но суперсодержательная Называется она «На 10 минут» Когда-то мы умнее говорим, когда-то красивее, когда-то сексуальнее Сегодня эта рубрика «На 10 минут» самовлюбленнее Потому что речь пойдет про культивирование идей любви к себе Если сейчас вы потянулись за бумажными пакетиками, потому что вас может стошнить от банальности, от избитости этой темы То подождите, не будьте предвзятыми, не судите меня строго Вообще смысл вот этих 10 минуток Для новичков поясню Я даю какой-то один инструмент или один совет Делюсь одним откровением То есть на всю рубрику один инструмент, один совет, одна мысль, которую я раскрываю 10 минут для этого хватает Вы быстро за чашкой кофе или чаю ее смотрите Все комфортно, прикольно и есть шанс поймать инсайд, какое-то откровение И сегодняшняя рубрика не станет исключением Один совет, инструмент Он такой простой, но внедрить его в жизнь очень сложно У кого-то это может не получиться на протяжении всей жизни Потому что я сама только 3 дня назад поняла, о чем истинно идет речь Инструмент этот сейчас вам дам Но у меня есть в этой 10 минутки еще одна цель Сообщить вам, что у нас с Радой Русских в содружестве, в соавторстве Появился новый YouTube-канал Он называется «Ключи любви к себе» Так вот, если вы хотите истинно себя полюбить, понять, принять, разобраться, что это такое любовь к себе То вам нужно перейти на этот канал, подписаться на него Ссылку на него, конечно, в описании к этому видео оставлю Также можете переходить по QR-коду, но не делайте этого сейчас Потому что самовлюбленнее вы станете с помощью просмотра видео на канале «Ключи» Но инструмент, который я вам хочу дать, пригодится вам и во всех остальных сферах Этот инструмент Научитесь не просто понимать смысл слов, а чувствовать его Итак, инструмент или совет Научитесь истинно понимать, чувствовать смысл сказанных слов Я приведу пример Подавляющее большинство из нас наверняка произносили фразу «Я благодарна своим родителям», «Я люблю свою маму», «Я уважаю своего отца», «Я простила своего первого мужа» Или «Я люблю тебя», или «У меня нет к тебе претензий» Таких фраз миллиард мы произносим за жизнь И я вам голову готова дать на отсечение Что подавляющее большинство из нас вообще не понимает, о чем говорит И я в том числе, клянусь вам, я только три дня назад поняла, что такое не знать значение слов А истинно чувствовать это значение Запутались? Вот, например, фраза «Я благодарна своей маме за то, что она помогает мне с ребенком» Эту фразу, вот ребенку моему скоро 15 лет будет, вот я 15 лет ее говорю Но лет 5, я думаю, мы с мамой не ссоримся вообще Это значит, что только 5 лет из 15 я истинно знаю, чувствую и проживаю смысл этих сказанных слов О благодарности Только три дня назад я поняла разницу между произнесением и чувствованием Но с мамой осознание вот это произошло лет 5 назад Я прямо помню этот день, когда вдруг мне стало ясно Что мама внесла титанически огромный вклад в мою карьеру только тем фактом, что иногда она оставалась с моим ребенком Чтобы вы понимали, я ребенка не скидывал маме на ночевки почти никогда Даже когда мы жили в разных районах, было долго добираться Ребенка я могла утром завозить, если он болел и в садик не ходил Либо после садика мама его забирала, но вечером я всегда забирала его домой Хотя мы жили, повторюсь, в разных районах Иногда это было полдесятого вечера Иногда я будила спящего его, увозила домой И потом снова нужно было везти в мамин район в садик на следующее утро То есть я не злоупотребляла Это были, правда, считанные часы, когда мама проводила время с ребенком Он, правда, не был подкинут к бабушке В выходные никогда я его не отдавала В выходные всегда время с ним проводила Мы там с семьей проводили То есть формально это были обычные отношения Формально я была благодарна Формально у нас все время были стычки Потому что разные взгляды были на воспитание На то, как нужно одевать ребенка Как нужно с ним заниматься В каком режиме ему жить Зачем ты его забираешь полдесятого Я такая, мама, он все равно должен ночевать дома Вот эти стычки, вот эти какие-то мелкие Не сказать, что их было много Это не было критично Мы не скандалили, знаете, до каких-нибудь слез Или обзывательств Такое вообще в нашей семье не принято Я все это время была уверена Что я маме благодарна Я понимаю, какой вклад она вносит И этого достаточно Я это говорила, но в то же время Могла с ней ссориться Из-за какой-то, простите меня, херни Из-за того, что она что-то так сказала Или однажды там сказала Что ей нужно в фитнес-центр Почему я ее не предупредила Ребенка привезла Предупреждай заранее Я на это могла рассердиться Что-то ответить И вот несколько лет назад Не помню сколько точно Я вдруг поняла Что вся моя звездная карьера Вообще могла бы не состояться Несмотря на наличие у меня Трудолюбия, усердия, образования Каких-то способностей Интервьюерских, коммуникативных Не состояться могло это все Все мое звездное настоящее Мое звездное будущее Вот эти миллионы просмотров Сотни тысяч подписчиков Ничего этого могло бы не быть Если бы мама Да, не так, как мне нужно Не в то время, как мне нужно Не с той интонацией, как мне нужно Иногда Не подхватывала меня с ребенком Не помогала мне с ним И вот когда к вам приходит Истинное понимание Не просто декларирование Я тебя люблю Или я тебе благодарна Если ты истинно благодарен За это человеку Ну вот просто взвесьте Мое звездное Не побоюсь этого слова Настоящее и будущее И то, что мама посетовала Что я ее не предупреждаю Заранее о том, что привезу ребенка Иногда такое случалось И в ответ я рассердилась Что это? И что такое это? И тут может быть Тысяча таких недопониманий Их может быть миллион или миллиард Но разве это сопоставимо С тем гигантским вкладом В мою жизнь? В тот вечер Когда я просто вдруг Об этом подумала Стала описывать эту мысль И меня как гром Среди ясного неба Она поразила Что такое на самом деле Быть благодарной Это значит, что с этого момента Что бы там ни было в быту Вот в этих притирочках Микроскопических Меня с мамой поссорить Невозможно Чтобы я на нее Обиделась Или рассердилась Невозможно И много лет У нас нет Даже Пылинки Соринки Какого-то микроскопического Искажения В наших отношениях Потому что Я не Просто Декларирую Что я ей благодарна А я это Прочувствовала Вот вам инструмент Урок Мое откровение Я надеюсь, что вы Можете это разделить Или фраза Я люблю тебя Ты любишь свою любовь Или представление Об этой любви Или ты Истинно любишь Человек Или фраза Я благодарен тебе Я много раз Это говорила В адрес разных людей Но три дня назад Это было мощное занятие С одним из моих наставников С мощным Очень мастером Психологический сеанс Я не знаю Когда-нибудь Я наберусь смелости Может быть Расскажу вам Сотую долю Того, что там было Ты еще раз говорила Людям Я тебе благодарна И три дня назад Я поняла Что такое На самом деле Быть благодарной Если ты истинно Благодарен человеку За его вклад В твою жизнь Ты никогда Не сможешь На него обидеться Ты никогда Не сможешь С ним поссориться Ты никогда Не вспылишь на него И никогда Не рассердишься Потому что Это был Вклад В твою жизнь В тот день Три дня назад Я простила Тотально Огромное количество людей Которые были вкладом В мою жизнь Но всегда Даже когда я произносила слова Я благодарна тебе за то-то Было какое-то но Все но отпали И мне кажется Только сейчас Я поняла Что такое Любовь и благодарность Чувствуете разницу Вот инструмент Совет Который я вам хочу отдать Попробуйте Не просто Знать значение слов Не просто их Произносить А прочувствовать Что значит Быть благодарной Например Маме Пять лет Ноль ссор Клянусь Хотя мы Обе женщины Эмоционально Я надеюсь Что вы меня услышали Этот инструмент Совет вам отдаю И возвращаюсь К теме Любви к себе Каждая из вас Наверняка Миллион раз говорила Я себя люблю Или я себя Раньше не любила А сейчас люблю Или я работаю Над тем Чтобы себя Полюбить Так вот Что это такое Не как Декларирование Произнесения А что это такое На самом деле В этом мы Разбираемся На канале Ключи Любви К себе Смотря Этот канал Следя за нашими Выпусками Участвуя в комментариях Присоединяясь К нашим проектам Сейчас там идет Набор На живой Поток ключей Вы сможете Возможно Нет гарантии Это очень серьезная Душевная работа От вас потребуется Возможно Вы сможете Не декларировать А истинно понять Что такое Любовь к себе Подписывайтесь Через QR-код Или через ссылку В описании К этому видео Рада В этом точно Профи А я Ученик Потому что Представьте себе Еще три дня Назад Моя Любовь К себе И моя Самооценка Зависела Не только Но в том числе От ряда Внешних обстоятельств От ряда Близких Мне Но других Людей Если они Со мной В конфликте Мне плохо И я Начинаю Себя Гнобить А если У меня Хорошие С ними Отношения Мне хорошо Я себя Превозношу Думаю Да Какая Я Классная Я такая Прекрасная Три дня Назад Я поняла Что Знать Значение Слов И даже Произносить И даже Выглядеть Так Как будто Ты себя Любишь Это не Значит Себя Любить По-настоящему У меня Открылись Глаза На истинный Глубинный Смысл Вот этих Заезженных Избитых Очень сильно Бытовых Слов Про любовь Доверие Благодарность Принятия Я счастлива Оказаться В этом Новом Мире Где Эти Значения Раскрываются Внутри Меня Впереди Огромный Путь Гигантская Работа Но я Делюсь С вами Этим Откровением И приглашаю Последовать За мной Радой На канал Ключи Любви К себе Где Одно Единственное Понятие Одно Единственное Чувство А именно Любовь К себе Мы Разбираем До Молекул И атомов Я искала Способ Расшириться И это же Совершенно Другое Проживание Буквально За неделю Жизнь Поменялась На раз Два Три Мне вообще Страшно В дорогие Магазины Заходить Чем более Жизнь Говно Была У человека Тем более Приятный Собеседник И надежный Друг Нет разницы Где ты Живешь Есть разница Что у тебя В голове То есть Твой внешний Вид Это Портфолио Которое Ты с утра До вечера Транслируешь Будь звездой И фэшн Иконой Подписывайтесь Жду вас На канале Но канал Женщины Всегда К вашим Услугам Здесь Тоже Оставайтесь Люблю Обнимаю Комментарии Как всегда Для вас Открыты Субтитры Продолжение следует...